Сегодня тема, которую я буду преподавать или проповедовать, она продолжение тех двух проповедей, которые начал Дима и Саша. И тема была из послания филиппийцам. Кто помнит, о чем Дима и Саша учили неделю назад и две недели назад? Кто-то помнит? Хорошо. Очень хорошо. Не помню, да? Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Ишуа Машеха. Павел говорит, он говорит, я еврей из евреев, у меня есть огромный послужной список, но я все почитаю щитой ради превосходства познания Ишуа Машеха, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор. На греческом языке там написано не ссор, а фекалии. То есть вообще как бы все почитаю за ссор. Чтобы приобресть Машеха и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которую через веру в Ишуа, праведностью от Бога по вере, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуя смертью его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну или я, как достиг меня Машех. И вы знаете, в многих местах христианского мира вот эти места очень четко используют для того, чтобы сказать, вот смотрите, Павел, который был, ну, раби, который без столита, где мой столит? Раби был, и без столита из дома не выходил. Он сказал, ой, все это, это все ерунда. Это так толкуют. Это все ерунда. Сейчас я стал христианином, и сейчас я летаю в облаках. Вот так толкует это местописание. Чушь. Сплошная чушь. Чушь. Это не то, что Павел предполагал там, или то, о чем он говорил. И Дима, когда проповедовал, очень четко показал, что Павел, исполняя постановления, которые Господь дал нашему народу, особенно, я говорю, для Израиля, не делал эти постановления, чтобы ими оправдаться. Это было очень четко сказано. На самом деле, даже Израиль сегодняшний, не верующий в Ешуа Машеха, не оправдывается исполнением этих законов. Нет. Спросите любого нормального раби. Знаете, что он вам скажет, чем оправдывается Израиль? Кто-то может подсказать мне? Молитвой. Хорошо. Делами. Нет, не делами. Верою. Делами. Еще. Ну так это делами. Тогда Павел, христиане правильно говорят? Нет. 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 Мы часто про это говорим. Я надеюсь, что вы будете с вами запоминать какие-то вещи. Люди, каждая молитва, утренняя и вечерняя, в любой синагоге включает слова. Ибо на милость Твою мы уповаем, а не на наши дела. Милостью Его мы спасаемся. На милость Его мы уповаем. Не на то, что мы можем сделать. А почему же мы делаем? Кто-то знает, почему Израиль продолжает упрямо делать все те постановления? Кто-то знает? Покрывало лежит. Покрывало лежит. Неправильно. Потому что они есть в Таре. Ну, еще. Какие мысли? Пока не закончится... Что? А, полноязычников. Неправильно. Ну, мы учим про это. А, ну, скажите. Потому что дело без дела. Дело безмерно. Слышите, есть такая история в Священных Писаниях. Такой-то безыменной фамилии. Сказал детям своим, не пейте вина. И они не пьют вина. И там написано, почему. Почему? Кто помнит это место Писания? Потому что уважают отца своего. Просто уважают. Папа сказал не пить. Они сказали, не будем пить. Наш Отец небесный сказал нам, делайте. И мы ради того, что уважаем его, делаем это. Легко нам это делать? Большинству нет. Удобно? Ну, ладно. Скажем, что привыкли. Мы делаем, потому что он нам сказал, все хорошо для вас. Делайте, старайтесь. Он сказал, не кушайте свинью. Поднимает холестерол. И мы стараемся. Ну, и он сказал, и нам вроде полезно. Он сказал, день субботний соблюдите. Отдыхайте в этот день перед моим лицом. Вы знаете, что язычники не имели выходных дней. И помирали чаще. С большей периодичностью. Чем народ израильский. Потому что человек не осел. Ослу нужен отдых. Но человеку, и Бог вводит законы, которые и людям полезны. Но там есть такие законы, которые непонятны. Но мы исполняем их, не потому что мы оправдываемся ими. А потому что Господь повелел нам. Ради уважения к Отцу. Запомнили это? Израиль исполняет Тору. Почему? Почитая, уважая Слово Отца. Пожалуйста, Киилат Шевейтон. Запомните это? Это очень просто. Оправдывается ли Израиль исполнением Торы, закона? Скажите мне. Нет. А чем он оправдывается? В милости Твоей. Нет, как милость Твоя, Господи. Основная молитва Йом-Кипура. Не по нашим теламам. Ле лифи маасейну. Ле фи хазде хаадонай. Слаха. Слахли. Слахли. Очистим. На самом деле, это все просто, в большей мере, через приходящего Машеха стало проявляться. Но каких-то драматических изменений не произошло. Произошло несколько изменений, которые описаны в Священных Писаниях. И они отличаются от Торы качеством. То есть, они были и во времена Скини и Моисея, и во время храма. Но после прихода Ешио качественно изменились. Кто-то знает, что изменилось качественно? Вот завет Синайский, постановление, уставы, что надо делать, что не надо делать. Вот Ешио пришел и новый завет. Что изменилось? Я подскажу. Жертва стала более качественной. Согласны со мной? Написано, что тогда приносили и огнят, и горлиц, и прочее. А через Ешио мы получили совершенную жертву. Изменился первосвященник. Дима сегодня про это проповедовал. Те первосвященники служили потрясную роль. Они покрывали Израиль, защищали Израиль. Но мы имеем первосвященника, который вообще без изъяну. Третье. Там была физическая скиния. А новый завет описывает небесную скинию, служителем которой является Ешио Агамашиев. И мы, соработники именно этой скинии. Но сути, подходы, принципы ничего не изменились. Не стало все типа пахафифу, как некоторые учат. Знаешь, что такое пахафифу? А, ерунда. Сделал, не сделал, все простится. Дима сегодня эту тему очень четко прошел. И Павел здесь ни в коем случае не пренебрегает той заповедью, Торой, которая дана. Но он говорит, я нырнул глубже. И в сравнениях есть какие-то разницы. Я его, эту разницу, сегодня буду на эту тему говорить. И я его вот назвал принципом. Принципом Шакшуки. Кто знает, что такое Шакшука? Кто не знает, что такое Шакшука? Кто не знает, что такое Шакшука? Поднимите руку. Знаете, что мы все люди небогатые. Но иногда вам стоит зайти в кафетерий и заказать Шакшуку. И вам ее дадут. Что такое Шакшука? Я объясню, что такое Шакшука. Рецепт. Я последний раз, когда ее кушал, кушал аккуратно. Не просто наслаждался едой, а я разбирал вилочкой и ножом по частям. И на следующий день, утром, я дома сделал Шакшуку. И, как сказала моя жена, получилось не хуже, чем в ресторане. Порция Шакшуки в ресторане стоит шекелей 45, наверное. Ну, как бы недешево, но вкусно. Ну, кто кушал? Вкусно, правда? Да, угостись. Я могу. Могу угостись. Сейчас я расскажу рецепт. Рецепт Шакшуки. Берете сковороду. Желательно чугунную. Она хорошо держит это. Наливаете туда масло. И режете мелко в стороне лук, помидор, красный перец. Хорошо купить обычных грибков, вот эти вот, которые продают грибы. Шампиньоны. Вот так вот. Все в равных метрах. Можно и баклажаны. Можно и чеснок. То есть, чего у вас в холодильнике есть из овощей. И вы кидаете на сковородку. Не слишком много. Ну, все вот такими вот жменьками. Того-того-того. Перемешиваете с маслом. Сыпите, не жалея, красной паприки и черного перца. Немного соли, желательно крупной. И жарите ее. И вот тогда оно стало такого классного, классного цвета. Вы берете в тупую. Открываете холодильник. И достаете оттуда по семье. У кого три, у кого пять, у кого семь яиц. Разбиваете туда. И накрываете крышкой. И ставите маленький огонь. Правда просто? Просто. Но очень вкусно. И когда она сготовилась, снизу она немножко, а даже подпаливается. Чуть-чуть. Но чуть-чуть. И вы делаете простой зеленый салатик. И ложите порцию шакшуки. И этого. И оно очень вкусно. Так вот, Павел. Павел проповедует здесь о шакшуке. Я поясню, что я имею в виду. Вы запомнили? Рецепт запомнили? Ну ладно. Вы запомнили мой рецепт? Мой. Мой рецепт заполнили. Я знаю, здесь есть много хозяек. Пожалуйста, после собрания. Сегодня из-за того, что вчера было много еды, кафетерия не будет. Поэтому вы станете там в сторонке, обменяете с рецептами. Выработаете один новый. Я вам сказал мой, который я делаю. Когда лука или помидора нет, обходимся без него. Тоже вкусно получается. Все нормально. А? Не-е-е-е. Получается шакшука. Ну ладно. Поясню еще одну маленькую штуку. Кто-то знает, что такое доктрина диспенсализма. Такими ругательствами никто не знает, да? Диспенсализм не знаете, да? То есть я вам сейчас рецепт дал, а здесь сейчас теология. Диспенсализм. И есть другое противоположное вам понятие доктрина заветов. Скажите, что вам больше нравится? Нет, я вам пояснил. Это же не значит, что такое диспенсализм. Диспенсализм. Некоторые теологи говорят. Вот рассматривая Библию, мы видим, что в Библии есть странные периоды времени. Вот время, когда там патриархи. Авраам, Ицхак, Иаков, они там у перед Господом. И потом после них наступает время Израиля. Потом Израиль, 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 Израиль. Ам-Исраиль, ам-Исраиль, ам-Исраиль. Потом бам! И наступает период церкви. Церковь, церковь сто лет, тысяча, полторы тысячи, две тысячи лет. Еще немножко, еще чуть-чуть. А потом она остановится, когда войдет полное число язычников. Ну так, преподают. И потом опять начнется время Израиля. Он будет воевать с Антихристом, как сегодня воюет с палестинцами. Он будет, а мы на небесах будем на креслах сидеть. И нам до этого нельзя было на телевизор смотреть, грехом называлось. А сейчас мы будем смотреть великую драму, телевизионный сериал. Там, на земле, Израиль, с Антихристом, со всем. Вот это называется диспенциализм. Что есть периоды. И естественно, период Израиля, период церкви, потом опять период Израиля. И они взяли, открыли священное писание и сказали. Вот то, что называется Ветхий Завет. Кому это принадлежит? Евреям. А то, что Новый Завет, кому это принадлежит? Церкви. И поэтому мы, это не они, они это не мы. И они не говорят, Бог предал свой народ. Но, как бы на время оставил. На две тысячи с половиной летом, или на сколько-то. Ну, как бы подзабыл. Вот так лучше. Забывают такие слова, которые записаны в Священном Писании. Псалм 104. Псалм 104. С 8 по 10 стих написано. Вечно помнит Завет свой. Слово, которое заповедовал в тысячу родов. Которое завещал Аврааму и клятву Саеваю, Ицхаку. И поставил то Якову закон. И в Израилю в Завет вечный. То есть, они говорят, Бог не отказался. Ну, как он может отвернуться от народа? Хотя некоторые говорят, он оставил. Я слышал, своими ушами, как некоторые христиане говорили. Из-за того, что евреи раскрыли Христа. Они говорили так. Бог отвернулся от них. И обратил свое взор их язычникам. Ну, это очень опасное предупреждение такое. Ну, предположение. Кто-то знает почему? В следующий раз он отвернется от язычников. Когда они наломают свои. Видите, а если мы посчитаем, что церковь наломала дров за последние две тысячи лет. Уже давно следовало бы от них отвернуться. Может повернуться в какую-то другую сторону. Бог никогда не отменяет свои клятвы. Не отменяет свою верность. И он не человек. Это левым можно его попросить, и он забыл. Некоторые у меня много вещей попросили, а я запутался, закрутился и забыл. И вас иногда прошу, и вы забыли. Вот две проповеди последние полностью забыли. Но Бог не человек. Не забывает ничего. Ничего не исчезает у него. И у него нету периодов. И вот здесь стоит поговорить о том, что называется доктрина заветов. Знаете, что такое доктрина заветов? Бог говорит, я тебя избрал, и я буду с тобой. Ты будешь иногда вверху, иногда внизу, иногда вверху, иногда внизу, иногда вверху, внизу. Но я всегда буду с тобою. Это знаете, на что похоже? По жизни на что это похоже? Кто-то знает на взаимоотношения кого? Правильно, Ростик. Родители и детей. Нету более яркой картины. Нету. Это вот папа, мама и их сын. Сегодня он хороший паинька-мальчик. Завтра он может быть каким-то этим вот. Послезавтра еще каким-то этим вот. Его может помотать, как блудного сына. Но он всегда для них сын. И они готовы за него всегда. В огонь и в воду, жизнь свою отдать готовы за него. И ждут, пока он вернется. И когда он возвращается, они забывают про всех своих рабов, про все свои обязанности, про карьеры. Идут и облизывают сыну ноги. Говорят, рад, что ты вернулся. Бог с человеком так же. Любит. Это завет. Он избрал Авраама и сказал, Авраам, друг мой, Бог, Говорит Аврааму, друг мой. Друг мой. Это не два мужика. Друг навеки. Творец миров. Ангелы. Закрывают лица. Серафимы. Знаете, что такое Серафим с Иврита? Саруф. Сруфим. Обожженные. То есть они пытаются, у них по задачам, по тавкиду, по должности полагается быть в присутствии Бога. Это все равно, что перед Мартеновской печкой. Стоять без комбинезона, без этого. Стоишь и на тебя и ты обжигаешься. Их обжигает это, это Серафимы. Они, а Бог говорит Аврааму, ты друг мой. И семя твое, мое. Это называется завет. Завет вечный. Бог заключил такой завет с Израилем, сказал, ты мой народ и я знаю, что ты будешь вот так. Он даже Моисею сказал перед смертью, вот так твои дети будут. Вот ты умрешь, они отвратятся. Потом вернутся, отвратятся, вернутся. Моисей так расстроился, что песню написал. Есть такая песня, называется Азину. Азину, где он поет, Господи, помилуй их все равно. И вернее, это пророческая песня. И она до нашего народа. Это завет вечный. Он сказал, Авраам, от тебя произойдет народ. Из этого народа выйдет нечто особенное. Он сказал, благословляя, благословлю тебя. Размножая, размножу тебя. И все имени твоем. Три вещи он сказал. Благословляться все народы земли. Как понять благословляя, благословлю? Я сегодня начал с этого. Помните? Благословляя, благословлю. Это не только у тебя будет хорошая жена, послушные дети и достаток в доме, и здоровы вы будете. Это не только это. Это еще гармония, это еще познание Господа, это еще призвание. Павел говорит про это. Великое преимущество быть иудеем, потому что им вверено Слово Божье. Знаете, что такое вверено? Вживлено. Оно в них туда. Это благословляет тебя, благословлю. Размножаю тебя, размножу, как понять? Размножаю тебя, размножу. Сколько детей было у Врама, пока он за Господом не начал ходить? Нуль. А когда он пошел за Господом, там эта родила, там эта родила, там они начали еще рожать. А когда в Египет пошли, то эти вообще говорят, мы не успеваем загружать данные их детей в компьютер. Они так сильно размножаются, что как саранча, как эти. Размножать, а размножу. Но это не только это. Писание потом пророчески стало говорить, что в семью Авраама вольются народы, которые веруют в Господа Авраама. И тоже станут его физическими детьми. И в Галатах написано очень четко, что вы, язычники, через веру в Господа, получили печать Духа Святого и стали семьей Авраама. Не семьей у Иисуса Христа, а через Иешуа стали семьей Авраама. Вот это называется, размножаю тебя, размножу. А благословляю, а благословлю через семя Твоё все народы. Как понять этот стих? Ну скажите, как? Тора придет, заповеди, уставы, понятия, основополагающие концепты, которые будут являться основополагающими для всех людей. И сегодня даже самый ярый атеист все равно подчиняется, не укради, не убей и прочее, прочее. И пускай некоторые перевернули субботу на воскресенье, а кто-то субботу на пятницу, но все равно хотят день отдыха. И почитай отца и мать, и еще много-много-много других мелких и больших детей, вещей. И, разумеете, Иешуа Машиев, это из семени Твоего пришел и благословил всех. Но что еще такое благословляю, благословлю через семя Твоё? Если вы были на вчерашнем семинаре, то вы помните, Твоё семя послужит к тому, чтобы исправить, исправить мир. Это Божий разговор с Авраамом. Я ничего сейчас не добавил, только немножко интерпретировал. И это, знаете, как называется? Это яйцо в смятку. Помните, мы про шакшуку начали? Яйцо в смятку, это вот когда ребенок, вот мы знаем, маленький ребенок, и мы уже вот семь месяцев, ребенку маленькому, и мы начали ему варить яйцо и давать желток. Только желток. И когда дети подрастают, они не любят желток. Правильно? Они любят белок. И вот это вот как бы начальные шаги, яйцо. Это первый уровень. Яйцо поесть. Ну и поэтому, когда жарят яичницу, детям что делают? Мешают, чтобы они не разделяли. О, это желток, который я не люблю. То есть мешают, правильно? Вот это вот как Бог общался с Авраамом. Он дал ему вкусное яйцо. Но потом пришел Моше. И когда Моше пришел, Бог стал разговаривать с ним и сказал ему такие фразы. Я Господь Бог. И он называет себя тетраграммофом. Помните такое? Юдгей вавгей. Не знаешь, как прочитать. Таинственное имя. И он говорит, «С именем Эль-Шадай Бог воздающий. Я являлся Аврааму, Ицхаку и Якову, а с именем Моим, Юдгей вавгей, не являлся им. А тебе и являюсь этим именем». То есть, Бог изменился? Нет. Но народ повзрослел. И уже готов кушать не только яйцо, перемешанное вот так вот, а уже туда можно было добавить немножко чеснока и лука. Такой народ. Юность. Вот более вкусная. Но в основе какой продукт? То же самое яйцо. «Я Бога Авраам, Ицхака и Якова, но я тебе в себе чего-то больше открываю». И он говорит, «Итак, если ты будешь слушаться заповедей моих и соблюдать их, то вы будете у меня народом особенным, и вы будете у меня царством священником, народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам, Израилем. То есть, то же самое яйцо, но уже не в смятку или не вкрутую, а уже пережаренное с луком, что-то более сытное для целого народа. И он говорит, «Если, когда вы перейдете Иордан, будете слушать меня, Бога, Авраама, Ицхака и Якова, и тщательно исполнять заповеди и заветы, то вы будете головою, а не хвостом. Вы будете царством, и не будете никому должны. Давать будете, брать не будете». Мы все знаем эти стихи. «Если вы будете придерживаться моих концептов». То есть, яйцо, но уже там чего-то добавлено. Там уже есть лук. Там уже что-то повкуснее. И вот потом приходит Ешуа. И про него написано. «Вот наступают дни», говорит Господь. Это Иеремия 31, 31. «Когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И говорит «Я», 33 стих, «завет, который я заключу с домом Израиля, и после этих дней вложу Тору мою». 33. «Тору мою». Это что, что-то другое? Это не та самая, которая была на сенае дана? Это не то самое яйцо, которое еще Бог предложил сначала Аврааму, а потом Моисею. Он говорит «Я просто из этого яйца сделаю что? Шакшуку». И это будет просто вкусно. И это будет остро. И это будет даже привлекать народы, которые яйца не едят. Они думают, что яйца плохо, но когда они почувствуют запах шакшуке, они захотят зайти в этот средиземноморский ресторанчик, кафетерий, и заказать его с салатом. И будут есть его. Это Господь сказал. Ешуа поднял чашу и сказал. И чашу после вечерей, говорят, «Я из чаши, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Еще написано, оно написано в 1 Петра, первое послание Петра, 2 глава, 6 стиха, «Вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный. Верующий в него не последится. И он для вас, верующих для драгоценностей, для неверующих камень, который отвергли строителей, но который сделался главой и угла. Камень притыкания, камень соблазна. Но вы, 9 стих, род избранный, царственное священство». Только 3 стиха назад те же самые слова Господь говорил народу Израиля. И он говорит сейчас всем остальным, «Вы прилепитесь к этому царственному священству. Не делаю из вас новой, а старые отбегают в сторону». Нет, это все тот же народ. Это то же самое яйцо. Ребенку дают просто сваренное вкрутую. Когда подрастают, наскоряк делают яичницу, потому что в школу спешит и опаздывает. А когда уже становится мужем и хочет вкусно поесть, а к мужу, разумеется, путь через что? Через желудок. Правильно. То через желудок. Правильно все знаете? Знаете? Много чего знаете из теологии. И яйцо делается с правильными приправами и получается шашука. И это то, о чем апостол Павел там и говорит. Откроем опять хилипийцам, 3 глава, с 8 стиха. Там не говорится, что он отверг яйцо. Он это яйцо стал кушать дальше. Он просто понял, что через откровение избранного из сынов Израилевых все то старое становится значительно вкуснее, значительно эффективнее, значительно мощнее. И если говорить образно, когда тьма сгустилась над землей после Вавилона, Бог прорубил в небе окно. Это окно называлось именем Авраам. И прошли несколько столетий. Бог расширил это же самое окно. Когда мы шли в этот зал, вот здесь вот были узенькие окна. узенькие бойницы. Мы просто расширили, мы не делали новую дыру. Мы старую просто увеличили. И это стало называться Синайский завет. А когда пришел еще Амашиев, это же самое еще больше раскрылось, чтобы больше света оттуда проистекало вниз. Филиппийцам. Третья глава. 8 стиха. Да и все почитаю счетую ради превосходства познания Машиеха, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю засор, чтобы приобресть его. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона. Не думайте да и так. Нет от закона праведности. Закон мы исполняем, потому что Бог определил его нам исполнять. Но тою, которая через Ешуа, праведность по вере, Павел говорит я имею заслуги по природе я ел яйца в смятку, но Бог позволил мне попробовать шакшуку и она мне понравилась. Я сегодня двинулся вперед. Это тот же путь Авраама. Я не верю в эволюцию. Некоторые верят, некоторые не верят. Я не верю в эволюцию. Я верю, что Бог сотворял все так, как есть. Но в эволюционирование завета я доверил, потому что есть развитие. Сначала ездили на машине, которая пых-пых делала и ехала 10 километров в час и все говорили вау, какой крутой этот. Потом один мужик еврей Германии ради своей дочки назвал машину, как назвал? Мерседес Бенц. И она поехала значительно быстрее. И она очень быстро поехала. Она не так, как 200 лет назад нам, сколько, 120. Сейчас она летает. Развитие произошло. Развитие. В вещах, веренных нам, мы можем развиваться. И когда Бог заключает завет Авраам, Он говорит, развивайте это, познавайте Меня. Когда человек встречается с Господом, я говорю для тех людей, которые недавно встретились с Господом, очень часто вы чувствуете себя завороженно, заинтригованно. Вы чувствуете, что-то открылось, вы молитесь, вы чувствуете ответы. Если вы захотите остаться только на этом уровне, это чувство скоро уйдет. И оно приестится. Но если вы начнете делать вот такие движения, входя туда, Господь хочу больше, то через какой-то период это чувство заинтригованности уйдет, вы попадете в как бы пустыню непонимания, но если вы будете постоянно двигаться вперед, вы подойдете к другому коридору и увидите больше свет. Вы будете развиваться, и оно будет вас наполнять. Вы возьмете Библию и начнете читать, и сначала это для вас будет, ну, как какой-то роман, или как что-то непонятное, вы будете читать 4, 5, 7, 10 стихов, и потом будете засыпать, вы даже будете пользоваться Библией как снотворным, вот, почитаю два стиха, и сразу сплю хорошо. но, если вы дисциплинируете себя и начнете читать это постоянно, вы вдруг почувствуете, что Библия каким-то странным образом прикасается к каким-то невидимым контактам в вашей голове и дает мудрость, и вы говорите вместе с царем Давидом, царем Давидом, слово твое, светильник, ноге моей. 10 стих, чтобы познать Его, принадлежать Ему, познавать Его больше и больше, и силу воскресения Его, почему важны молитва и размышления? Часто многие из нас сбегают от молитвы и размышления, но когда мы молимся и находим момент остановиться, поразмышлять о Боге, я хочу всем нам, очень динамичным людям, которые ни на что никогда времени нету, потому что за одним сериалом идет другой сериал, и между ними идет интересная и важная реклама, я хочу вам предложить попробовать заставить себя усилием сбежать один раз от сериала и выключить телефон мобильный и попробовать сосредоточиться, поразмышляя о нем. Был один такой интересный и очень много давший католик не еврей Франциск Осийский, который сказал, если ты научишься уходить в себя, это как раз псалом номер один, что если вы научитесь сосредотачиваться на слове, отвлекаясь, отрекаясь, отрешаясь от всего вокруг, то Бог говорит, я покажу тебе таинство мира. Я просто говорю вам, но если вы этого не хотите, какой сегодня сериал будет идти? Век там или как он называется? Или он уже кончился этот век? Давайте высветите пожалуйста расписание сериалов сегодня на это. Это если вы не хотите. и участие в страданиях его. Знаете почему мы участвуем в страданиях Господних? Если мы пошли за ним, кто знает почему мы участвуем в страданиях Господних? Почему? Кто-то знает почему? Часто человек, когда вроде было все сабабо и было хорошо, но вот ты стал верующим в Ешуа и иногда тебя жизнь стала бить по щекам. Почему? Навык к послушанию. Правильно. Еще? Окей, что это делает? Как его гнали, так и тебя гонят. Правильно. Его дух начинает жить тебе, а его дух пришел, чтобы разрушить устои этого мира. И когда он начинает жить тебе, как его гнали, тебя гонят. Хотя слава Богу, нас никто не гонит так, как гнали Павла или Петра, или каких-то людей там. Поэтому особенно не плачьте, что вы очень сильно гонимые. Сидите с Абаба, тоже все нормально, зарплату получают все и могут в магазин ходить, и никто на вас значки не ставит, что о, это, 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 это. Все нормально. Более-менее. Но часто мы имеем то, что называется проблему своей совести. Потому что вдруг мы делаем чего-то, как все, а она зловредная, окропленная кровью Ишуа, пробудившаяся, вдруг начинает осуждать нас, говоря, так нельзя, как все. Знаете про такое? Вот здесь нужно прислушаться, потому что если мы, как все, будем затяжку курить, и как все будем плеваться на людей, и как все будем оскорблять других, то там внутри начнется черствость. Эта черствость может быть очень поганой. Она может затвердить нашу внутренность, и мы перестанем быть чувствительными к нему. И когда мы станем нечувствительными к нему, он будет к нам стучаться, а ничего не слышно. Мы уже затвердели. Поэтому написано в Писании наблюдайте друг за другом, чтобы у кого не возник какой горький корень. Ну это вот как раз есть. Кто-то стал там каким-то этим вот. Я хочу вам родителей сказать, если у ваших детей начинают крышу с компьютером сносить, или с их друзьями, пожалуйста, посмотрите на них, скажите им. Лучше вы скажете им, чем потом мир кувалдой ударит их по голове. Лучше вы настоите над этим. Если ваш супруг или супруга вдруг начинают игнорировать молитву, лучше вы попаститесь за них и попросите, и возьмете за руку и скажете, пойдем вместе будем молиться и читать, изучать, чтобы благословение в нашу жизнь произвел. Лучше вы, чем потом какая-нибудь другая это, сообразуя смерть его. Я уже сказал, сегодня так мало таких людей, как Павел, кому Господь сказал, показал ему, какой смерть он умерет, или Петр, которому Бог показал, он пишет, я уже знаю, мне готовится венец, и я знаю, куда я иду. Сегодня мы немножко в другом измерении живем, и сегодня нам нужно затачиваться на том, чтобы Господа познать и быть Вадимом им, чтобы достигнуть 11 стих воскресения из мертвых. Этот стих говорит о славе. Говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Господь Ешуа. Важно не останавливаться, важно не останавливаться, двигаться вперед, не останавливаться. Ты плохо себя чувствуешь, выпей таблетку Акамола и продолжай двигаться. Хватит себя жалеть. Ну, немножко можно, немножко можно. Мы должны иметь какое-то понятие, как позаботиться о собственной плоти, когда мы болеем. Но как только ты начнешь жалеть себя и все время напротив зеркала сидеть, я образно говорю, и скулить, как плохо мне в твою жизнь придет депрессняк, а за ним придет коса. Помните, которые косятся? И это плохо. А когда ты растекаешься, чтобы помочь другому, и ты смотришь, что вот ему сложно, и ты хочешь ему помочь, и ты борешься со своим эгоизмом, тогда ты подобно Павлу говоришь, я не совершился, кто я такой вообще? Я стремлюсь, я просто стремлюсь. Пусть Бог даст нам стремление. Эти стихи из филипийцев, они говорят о том, что Павел почел щитою яйцо, из которого готовится шакшука. Он никогда не почел щитою те основы, которые Бог дал Аврааму. Не просто написал ему на листке и сказал, Авраам в кармане носи. Он влил это в кровь Авраама. И если мы дети Авраама, неважно по плоти или по духу, вот эти гены пробуждают в нас те же самые обетования, которые потом перешли в Муше и в Ишуа и нам достались. Павел говорит, но я попробовал шакшуку, я попробовал Господа и через него так много вещей, которые были сказаны Муше и Аврааму стали для меня совершенно особенного вкуса вещами. Пусть Бог поможет нам в этом. Меня поняли? Давайте помолимся. Небесный Отец, прошу Тебя научи нас питаться правильными духовными вещами и устрояй нашу веру. Помоги нам ходить за Господом, чтобы в Нем мы могли быть светом и через Него мы могли быть светом. Помоги нам. Если где-то мы в наших пониманиях разним это не так важно. Главное, чтобы в Руах был у нас. Прошу тебя благослови весь Кагал. И скажут давайте встанем сделать бессон кухоним. И варех леха Адонай ва и шмир ха яэр Адонай панав элеха ва хунеха иса Адонай панав элеха ва и сэм леха шалом. Пусть Бог благословит вас. Всех нас. Амен. Амен.